Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июля и я продолжаю дегустацию томатов. Вот вчера я дегустировала русские колокола. К сожалению, у нас интернета не было, я даже записывать не стала, потому что я не знала, смогу выложить ролик или нет. То есть все очень спелые, я уже разрезала, семена заготовила. У меня остались только те, которые были потверже. Но для дегустации они подойдут. Вот это номер в каталоге 35, русские колокола. Один из самых любимых моих сортов. Многие знают, что я люблю солнечные томаты. Именно те, которые не только вкусные, а на которых приятно посмотреть. Вот зайдешь в теплицу, висят такие солнышки, и прям сердце радуется. Вот сейчас я этих солнышек буду есть. И скажу вам, что они сладкие, что они вкусные. Потому что я все это заранее знаю, много лет они у меня. Очень сладкие, очень вкусные, подходят и для детей, для диетического питания, и для людей пожилого возраста, которым уже красноплодные, не рекомендуют врачи из-за повышенной кислотности. Мне для диетического питания как раз подойдут. Будут теперь все лето есть вот эти русские колокола. Русские колокола это раннеспелый сорт. Его можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте. Период где-то около 100 дней для созревания. Плоды удлиненно овальные, оранжевого цвета, плотные. Они очень хорошо лежат, они очень долго хранятся. Масса небольшая, грамм 80-90 до 100 грамм. Больше 100 грамм обычно не бывает. Но он очень полезный, этот сорт, как и весь. Любой другой, оранжевый или желтый. Повышенное содержание бета-каротина. Потом тут пониженная кислотность, пониженный процент кислоты в таких томатах. И он подходит для детского диетического питания. Естественно, прекрасен для консервирования. Можно готовить и сок, будет правда он желтый. Очень вкусный, очень сладкий. Я сейчас, конечно, его разрежу, но я дегустировала его каждый год. Я уже знаю, что от него ожидать. И в этом году у нас появился конкурент. Вот. Найдите три различия. Или четыре, или хотя бы одну. Смотрите. Я специально подписала тарелки, чтобы не перепутать. Я сама. Вот так у меня глаза разбегаются. И эти, и эти. Они совершенно одинаковые. Вот смотрите. Это русские колокола, это золотое руно. Если бы не было этих надписей, моих вот этих слов, вы бы могли подумать, что это один сорт. Просто их очень много. И у меня, когда в этом году спросили, какой из них сорт лучше, я отвечу так. Золотое руно у меня первый раз. Это у меня новинка. Взяла как раннеспелый, как вот такой, ну тоже по хорошим рекомендациям. И я еще его ладом и не выращивала. Я к нему еще и не приспособилась. Вот у меня он в теплице два кустика, и на улице два кустика для пробы ранних. А вообще основные, на которых я хочу понаблюдать, на улице в открытом грунте, они еще пока что зеленые. И там же рядом, я специально высадила и русские колокола рядом, и золотое руно. Вот прям бок о бок, плечика в плечика. И вот летом мы только будем наблюдать. И тогда я скажу, какие у них различия, какие у них, что схожего, что... Но пока по вкусу хочу сказать, вот по вкусу они одинаковые. Что вот это сладкое, что вот это сладкое. Кислинки почти нет. И что эти томаты описываются, что эти все для диетического питания подходят, для консервирования. Все почти одинаково. Единственное, что я золотое руно... Ой, русские колокола выращивала же всегда почти в теплице для получения раннего урожая. И я вела его в два ствола, как обычно, чтобы он не разрастался. Но в два, три, четыре, не больше. А вот этот вот, мне пишут сейчас зрители, что его можно вообще вырастить по принципу посадил и забыл. Просто высадить, и все, что у него нарастет, там что-то... То ли 16... Я не помню, то ли 16 кистей на одной ветке, то ли 16 пасынков он дал. Ну, короче, он может быть очень-очень урожайным. Одна женщина описала, что сильно-сильно много он дает прям ведрами. Ну, посмотрим. Сейчас дегустирую русские колокола. Сейчас я камеру поставлю на штатив и будем разрезать. У нас сегодня конвейер дегустации. Тут вот мясистые, сахаристые уже после осмотра лежат. А мы сейчас вот эти солнечные томаты будем пробовать на вкус. Так, я беру вот из двух одинаковых блюд ту, на котором написано русские колокола. Сейчас мы нацелены только на этот сорт. Берем любую. Сначала поперечный разрез, потом продольный. Вот такие прекрасные у нас колокола. Конечно, это больше томаты, так бы сказать, используются и для консервирования. Но вы понимаете, вот такие маленькие, что для салатов они не очень выгодны, потому что вес небольшой. Но из-за своей ранней спелости они идут прекрасно и на салаты. И вот смотрите, что творится внутри. Он желтый томат, почти оранжевый. А внутри вот какой-то даже разливается розовый цвет, вот такой розовый оттенок. Это значит, что томат уже поспел и, скорее всего, он очень сладкий. Действительно сладкий. Я хочу еще попробовать конкурента в пару. Вот в русских колоколах почти нет кислинки. Ну, как я и говорила, этот точно такой же. И также розовый цвет разливается. Также он спелый. Прекрасные томаты. Даже сказать нечего. И красивый, и сладкий, и вкусный. Из этих томатов я буду делать в этом году впервые. Томаты, запеченные с прованскими травами. Они, во-первых, очень живописно выглядят. И красивые, ну и, конечно, вкусные, сладкие. Вот эти томаты очень хорошо использовать для консервирования в десертном варианте. Я делаю десертные томаты, где сахара больше в два раза, чем соли. И вот такие томаты очень хорошо для этого подходят. Все, до свидания. Забыла сказать, что в каталоге номер 35 русские колокола.